Наше лицо рассказывает собеседнику очень многое. Знаки и признаки считываются подсознательно. Размеры носа, величина губ, как широко расставлены глаза, оттопырены ли уши, цвет и фактура кожи. Все это полнится явной историей здоровья, характера и даже сексуальности. Сегодня мы расскажем вам, что именно отображает лицо любого человека. Греческая теория. От великих мыслителей Древней Греции можно было бы ожидать немного более глупого взгляда на человеческую сущность. Но именно эти ребята с удовольствием рассматривали лица каждого встречного и довольно точно определяли его характеристики. Мягкие волосы считались признаком труса, грубые, мужественного воина. Наглость крылась в светлых глазах, широкий нос выдавал лентяя, а толстые губы вообще сравнивали со слинами. Наши дни. Сегодня мы стараемся не судить книгу по обложке. Внешность, уверяемые друг друга, ничего не значит. На самом деле это далеко не так. Лицо, даже лицо самого невозмутимого индейца в мире, выражает очень и очень многое. Интеллект, ваше эмоциональное состояние и даже характерные черты личности. Вот только читать их умеют далеко не все. В чем секрет? Один из ведущих исследователей университета Нортумбрии, Кармен Лефевер, нашел объяснение этому необычному явлению. Оказывается, все дело в генетике. Гормоны определяют то, как выглядит наше тело и наше лицо. Подсознательно мы прекрасно умеем считывать это. К примеру, люди с высоким уровнем тестостерона часто широко скулы. Увидев лицо такого типа, вы подсознательно будете ждать от него соперничества и агрессии. Форма лица и победа. Связь между формой лица и доминированием в жизни отлично видна на примере общества обезьян-капуцинов. Самец с наиболее широкой мордой, обычно главной. Интересно, что проведенное исследование среди игроков в американский футбол выявило закономерность. Широкие скулы у полузащитников явно коррелировали с количеством грубых фолов. Нападающие же с такой внешностью отличались количеством забитых голов. Почему нам не нравятся пухлые щеки? Вся ваша медицинская карта написана на самом деле на лице. Большое количество жировых отложений в районе щек показывает, что подобное есть и еще где-то. Скорее всего, рядом с жизненно важными органами. То есть полнота лица делает человека в глазах других уязвимым членом социума. Мы сами этого, конечно, не осознаем. Слабый в стае первым становится жертвой хищника, инфекции или прочего. Цвет кожи. И даже цвет нашей кожи передает незаметные сигналы в состоянии здоровья окружающим. Это никоим образом не связано с этнической принадлежностью. Вы кажетесь более крепким человеком, если ваша кожа имеет слегка желтоватый, золотой тон. Пигменты, о которых идет сейчас речь, называются каротиноиды. Их можно найти в оранжевых и красных фруктах и овощах. Каротиноиды помогают построить здоровую иммунную систему. Когда их съедено достаточно, они выделяют красители верхней своей кожи. Женская привлекательность. Румяне сигнализируют хорошие циркуляции крови, которые коррелируются у нас с активной жизненной позицией. А еще это показывает уровень плодовитости женщины. Исследователи выяснили, что девушки становятся более румяными на пике менструального цикла. Возможно потому, что так действует половой гормон эстрадиол. Этот крошечный сдвиг во внешности делают для мужчин привлекательной женщины тогда, когда она скорее всего готова зачать. Эффект Дориана Грея. А самое интригующее мы конечно же приберегли напоследок. Недавно исследования доказали, что наши лица начинают в древом возрасте отображать определенные аспекты характера, которые не были видны в молодости. То есть чем старше вы становитесь, тем больше будете понятны окружающим в общем плане. Стоите ли вы общения? Готовы ли повести вперед или боитесь драки? Помните об этом в следующий раз, когда перед вами встанет непростой выбор. В конце концов, наша внешность это гораздо больше, чем просто некая структура из костей и кожи. И напоследок народная мудрость. Ничего не происходит напрасно. Все является подготовкой к следующей сцене. Ставим лайки, подписываемся на канал Тихан Шоу, рассказываем друзьям и всем спасибо.